Шанти-шанти-РФ, полуперчатки, так, просто перчатки Рейдж, это уже размер, я вот так же правую надену, 9,5, 9 не были мелковато в полуперчатках. Ну тут в общем-то все в целом то же самое, только побольше всего. Сейчас пробуем, во, 9,5 норм, нормас. Вот эти мне уже не очень сильно жмут, сжимать их тяжелее, потому что пальцы и тут все поплотнее так получается, в общем-то. А так конструктивно, вот конструктивно, в общем-то, они тождественны в остальном. Но у меня что-то такое ощущение, что точка крепления здесь немножко повыше, скорее всего, за счет размера, и вот 9,5 мне сели норм. Конечно, там, где ногти, вот эти вот складки все немножко под ногти могут забиться. Пальцы у меня короткие, вот это мерзкое ощущение, когда перчатка очень длинная. Я от него не избавляюсь уже никогда в этой жизни, разве что я себя руку оттяпаю. Вот, большой палец нормальный, большому палец комфортно. Ну, то, что вполне адекватные перчатки, опять же, вот, когда они уже полные перчатки, они будут теплее, потому что пальцы закрыты. Но вот этот вот слой, хоть он дышащий и эластичный, он не особо теплый, его будет поддувать, к сожалению. А так, вот эта модель уже, в принципе, годна, я бы сказал, даже для осенней пешки. Но, опять же, посмотреть кучу моделей похожего плана под брендом «Сплавник», кто из них без вот этих нашлепок защитных, потому что чисто для туризма вам нафиг не нужны. Это для около тактических задач игрищ, лазание по всяким там веревочкам, пока они не протрутся, ну, или катание на велике. И здесь вот эти вот для красоты сделанные дыхательные оконцы, они уже не такие модные, или даже еще более модные. Я даже не знаю, где они моднее. В общем, в целом, эта перчатка норм, ее можно рекомендовать, наверное, в целом. Но вот, опять же, для туризма это не надо.